Доброе утро! Меня так часто спрашивают, почему тот или иной человек ведет себя так или иначе, что я хочу сейчас объяснить вам это за две минуты. Объясняю. Давайте я дам вам модель человеческого поведения, который объясняет любое поведение, от почесывания носа до написания гениальной симфонии. В основе любого поведения всегда лежит некая потребность. Потребность вызывает эмоции. Какие? Отрицательные или положительные? Всегда отрицательные. Если бы потребность вызывала положительные эмоции, мы бы ее никогда не удовлетворили. Отрицательные эмоции вызывают мотивацию. Забегая вперед, вы часто спрашиваете, что нужно, чтобы мотивировать человека что-либо сделать. Ребенку учиться, может дарить цветы, а я вам отвечу. Плохо ему должно быть. Плохо, чтобы возникла мотивация. Отрицательные эмоции запускают мотивацию. Мотивация запускает мышление. Захотели есть, отрицательные эмоции, мотивация. Думаете, где холодильник. Потом, собственно, поведение. Поведение приводит к удовлетворению потребности. Удовлетворение потребности вызывает положительные эмоции. Все. Иного не дано. Поэтому не спрашивайте больше, почему человек так себя ведет. Он ведет себя так, потому что это поведение помогает ему избавиться от отрицательных эмоций и получить положительные. А если ваш муж или жена или родители, что-либо делают для вас и говорят, мы так страдаем, так страдаем, и все это ради тебя, то как в этом случае? Они как? Они врут. Потому что все, что они делают, они делают только потому, что получают от этого положительные эмоции. А когда они вам на это жалуются, то это тоже ведь поведение. И оно тоже дает им дополнительный бонус в виде вашего чувства вины. Я понимаю, что вы всегда об этом догадывались. И вот теперь я вам об этом сказал. Доброе утро. Спасибо.